Дорогие друзья, я с детства помню и знаю, что все любят огромное количество салатов на новогоднем столе. А так как Новый год уже не за горами, то что? Да, правильно. Сделаем салат из самых подручных средств, с исключением тут одного маленького в баночке зверяка. Все остальное доступно, везде продается, и это все будет называться салат Нисуаз. Вы меня спросите, куда-куда? Чего? Зачем? Чего сматерился? Салат Нисуаз, классический салат средиземноморской кухни, отдают ему, так скажем, гражданство французское. Но, знаете, в общем, там все поженились немножечко и по чуть-чуть внесли свою лепту. Кто-то делает так, кто-то делает так. Основа всего этого салата, это обязательно тунец. В Средиземноморье, интересно, тунец водится, нет? Обычно его с Тенериф еще откуда-то возят. Да, наверное, водится. Но смысл в том, что он бывает двух видов. Это свежий, обжаренный и нарезанный кусочками тунец, а бывает вот такой вот консервированный, как вот я использовать буду и как используют многие русские. И даже средиземноморские повара используют иногда консервированный, потому что он мало того, что не хуже, а он даже сказать, вообще обогащает этот салат и делает его гораздо вкуснее. Значит, отварная картошечка у меня здесь. Я в шкурке прямо ее варю, пополам режу, небольшое количество. Я здесь буквально на пару порций готовлю. Выкладку буду делать одну, но вы можете его готовить на больших тарелках или ставить на нескольких тарелках на разные концы стола, если мы говорим о гостях или о праздничном настроении. Картошечку можно и сырой отправлять в этот салат, но по мне так обжаренная гораздо вкуснее. Пока картофан обжаривается, зеленая фасоль я купил нерезаную, замороженную, потому что свежей днем с огнем в Москве и летом не сыщешь. Берем ее и режем правильно пополам. А вот эту на три части, вот эту на две. Это тоже все пополам. И фасоль нужно отправить сюда же. Картошечки. Быстрее, хонько. Я ее слегка отварил вместе с картошкой. И поэтому сейчас вместе с картошкой обжариваю. Они как бы друзья-товарищи. Вместе, так сказать, идут по пути наименьшего сопротивления. Зубчик чеснока. У нас идет в обжарку. Слегка солим. Где солим? Не вижу. Соль, 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 соль. Убрал. О, красавчик. Слегка нужно подсолить. Добавляю газку. Потому что все остальное у меня почти готово. Значит, картошка с зубчиком чеснока и со стручками фасоли обжаривается. Знаете, что я предлагаю сделать? Картошку повернуть срезами вниз. Для того, чтобы срезы обжарились. Все остальное не важно. Вот так. Тогда хотя бы она выглядит будет презентабельно. А сверху, если что, мы ее горелочкой пройдемся. Аккуратно. Дальше оливки. У нас они называются маслины. Нигде в мире, я так понимаю, больше не называются черные оливки. Потому что их нигде нету. Во всяком случае, я не видел, чтобы целенаправленно в Испании или в Италии кто-то красил оливки. Там оксид натрия или чего там. Железистый глюканат. Используется для окраски. Убираю с плиты. Все, везде есть. В странах, которые выращивают оливки, нормальные оливки зеленого цвета. Они бывают там зеленые, яркие, неяркие. Тусклые, в зависимости от маринада, количество соли. И есть оливки. Кстати, мои любимые оливки таджаске. Мелкая оливка. Произрастают в Италии. Они маленькие, коричневые. Вызревают, становятся коричневыми на ветвях дерева. А это крашеные. Лук красный. Потоньше нарезанный. Если лето и вы имеете у себя в огороде сладкий, вкусный, ароматный лук, то режьте его покрупнее. Тогда он будет хорош в салате. Значит, я режу потоньше, потому что он зимний. Обязательно перчики. Маринованные перчики вдоль режу. Вот такие вот. Потому что в зимний период хочется немножко, знаете, пикантности такой. Делается салат довольно быстро, а съедается он еще быстрее. Кто-то добавляет болгарский перец, но лично мне болгарский перец не очень нравится, поэтому я его не добавляю. Вместо него добавляю вот такой вот маринованный. Он у меня из баночки. Теперь у меня осталось что? Все, выключить газ. Все готово. Взять тарелку. На тарелке у нас есть лолоросса. Листья салата могут быть любые. Значит, у меня есть еще обычный такой салатик. Зеленушечный. Значит, выкладывайте тут, как вам Бог велел. И ваша творческая, так сказать, составляющая. Не стесняйтесь того, как может это красиво или некрасиво лежать. Никогда не научитесь делать красивое, если не будете стараться. Это мой вам завет. Томат. Все, конечно же, кладется в каком-то произвольном стиле. Я всегда стараюсь резать томаты каким-то таким хаотичным способом. Не люблю симметрию, поэтому аккуратненько. Тут количество кусков и удобство. Обращайте на это внимание. Дальше у меня идет картошка и фасоль. Если русская душа требует побольше картофана, кладите, не стесняйтесь. Я знаю, русские люди любят его. Любят. Это ценный овощ. Представляете, столько лет там Петр боролся с тем, чтобы его наконец стали сажать. А теперь мы его без него жизни не видим. Вот, казалось бы, какой странный парадокс. Дальше у нас идет томат. Томатик-братик. Братик-томатик. Теперь у нас сюда идет маринованный перчик. Вот, смотрите. Оп. Перчик на месте. Вроде гамма какая-то цветовая нарисовывается. Дальше у нас идет оливочный гарнир. Все, колечки видим. С оливками, смотрите. Черные оливки, конечно, симпатично смотрятся. Но по вкусу, на мой взгляд, они не такие вкусные, как зеленые. Если вам удастся получить где-нибудь, какими-то правдами или неправдами, зеленые оливочки, настоящие, вкусные, мясистые, даже с косточками. Знаете, вот ешьте их, косточку обгладывайте, выплевывайте. Потому что эти оливки, конечно, гораздо вкуснее. Но тут они как бы для цветовой гаммы, конечно. Хороши, хороши. Здесь спору никакого нет. Значит, добавляем лук. В этот салатик лук. Красивый все, лучок. Тут полуколечками такими прям. Ух, огонь. Не перебарщивайте с лучком. Его должно быть немного. Если вдруг остается, отправьте куда-нибудь в нужное нам место. Ты знаешь, чем испанские оливки отличаются от всех остальных? Ну, странное происхождение там. Испанцы, ублюдки, собирают их зеленым, маринуют. И вот делают либо черный, либо зеленый, испанский. А все остальные страны, почему у них большие оливки, у греков, у итальянцев, они собирают оливки уже зрелые. А эти, ну, ключик, это шлак. Спанский ваш шлак. И на нем будет весь мир идти. И нас приучили к этому шлаку, потому что это дешевое. Вот, п***ься. Дальше у нас идут анчоусы. Анчоус продукт такой. Соленый. Вонючий. Но... Очень-очень вкусный. Знаете, вот его же называют умами, да, вкус? Потому что он реально усилитель вкуса. Вот салат Цезарь, без него не Цезарь. Все, 2 кусочка. Здесь больше не надо. Здесь он, знаете, так сказать, много будет. Будет сильно соленый попадаться куски. Неприятно. Его можно порвать, кусочками там набросать. Ну, я вот так. Штрих. Тунец, в общем-то, основа всей нашей пищевой пирамиды под названием Нисуаз. Следите за тем, чтобы в банках тунец был кусковой. Это гарантирует хоть какое-то его качество. Ну, более-менее, да. Понятно, что в любом случае мы не застрахованы от того, будет он вкусный или невкусный. Это уже дело третье. Ну, хотя бы посмотрите, чтобы он сделан был не с каких-то отходов там, а именно кусковой хороший тунец. Может быть, какие-то производители его просто-напросто переваривают. Он в кашу превращается. А мне так вот кажется, что это прям какое-то наедалово. В общем, тунчика кладите на свое усмотрение. Картинка получается богатая. Остался маленький штрих. Это чеснок. Половинку зубчика. Нужно добавить немножко соли. И обратной стороной ножа вот так вот растереть. Обухом превратить в пюре. Потом собираем. Вот сюда вот отправляем в чашечку. Кусок лимона. Наливаем вот сюда вот. Прямо на чеснок. Чтобы обварить его кислотой. Чтобы чеснок перестал быть такой активный. Можно даже его немножко размять здесь. Чтобы вот он, знаете, как бы обварился в кислоте. Конечно же, оливковое масло. Так как у нас тунец в масле, то я сюда еще тунцового масла слегка добавляю для ароматизации. И все вместе. Да. И чесноком слегка пахнет. Он не должен быть живой, такой яркий чеснок на зубах. В кислоте он немножко подваривается. Как раз супер получается. Так, соленого у нас здесь очень мало всего. Поэтому теоретически вот, ну, чуток надо бы соль добавить. Совсем чуть-чуть. Обязательно перец. Черный перец. Без него консервированный тунец не такой вкусный. Теперь этой заправкой нужно полить салат готовый, ароматный, вкусный и такой, довольно праздничный. Эх, красота! Аж слюнки потекли. Тут, знаете, если у вас есть желание усилить кислый вкус салата, то можно вот сюда добавить кусок лимона. Мамма миа, Санта-Мария! Я не добавил, самое главное. Это яйцо. Все, я думаю, что-то не то. Чувствует моя душа что-то не то. И вот оно. Провидение, не давшее мне не давшее мне все-таки завалить этот салат. Я себя ощущаю на Средиземном море. Тарелка еще красивая от моей жены, да. Картофан прекрасен. Фасоль почему мне нравится замороженная? Да, потому что она уже наполовину сваренная. Я имею в виду, что мороз не делает такой же процесс размягчения. Тунец. Мне кажется, это самая народная консерва в России. После Сайры, наверное. Или консервированной горбуши. Салат супер! Сочный, ароматный. Чеснок, пикантный острый перчик. Я бы такой поел. обильно. Вожделенно. И, конечно, яйцо. Да, суперский салат. Что-то про него придумать. На мой взгляд, вообще вкуснее всех предыдущих 20 салатов. По мне лично. Дорогие друзья, понравился салат? Пожалуйста, поделитесь им с друзьями. Не только приготовив и накормив, но еще и нажав поделиться кнопочку. За лайки и комменты огромное спасибо. Оставайтесь со мной. И я вам еще расскажу о массе новых и вкусных, интересных блюд. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok